Волгоградской областной детской библиотеке завершился читательский проект с книга по Великому Шелковому пути. Участники литературно-исторического путешествия совершили исторический экскурс из Варяг в Греки, из Европы в Азию и в Африку. Отправным пунктом тура стал наш родной край Нижнее Поволжье. В необычное путешествие отправилась и Татьяна Крючкова. Яркий литературно-постановочный квест в глубину веков с книгой по Великому Шелковому пути подарил школьникам много впечатлений и помог очутиться в глубокой древности. Вы знаете, кто такие сарматы? Сарматы – это древние люди, которые жили во времена Шелкового пути. Это кочевые племена, и они наши предки. Мы взяли лопатки и раскапывали древние вазы и смотрели узоры, которые были на них изображены. Было второй век до новой эры. Это было очень давно, еще не было никаких транспортов. Ребята с увлечением переходили от одной импровизированной стоянки к другой, каждая из которых открывала определенный срез в истории Шелкового пути. На археологической были представлены доказательства связей Востока и Запада. На базарной – достижения древних цивилизаций, бумага, порох и традиционные восточные ценности. Можно было познакомиться с национальным фольклором и очутиться в настоящем подземелье. Таджикская загадка. Рук и ног у него нет, а всех трясет и качает. Ветер. Узбекская. Идет, не остается и следа. Назад не повернется никогда. Река. Я думаю, это настолько запомнится им на всю жизнь, что они не просто это слышат, но они видят, участвуют, отгадывают. Сейчас мы посетили рынок, рынок, да, и сами смогли купить, даже отдавали деньги, да, мех, драгоценности, фрукты. Я сама фрукты выбрала. Затем на стоянке. Дети с нами, представляете, они отгадывали. Интересно, что роли торговцев, караванщиков и литературных героев исполняли сами библиотекари. Так, на время квеста стойка с формулярами превратилась в часть стоянки каравана на перекрестке цивилизаций в Поволжье. Квест погрузил читателей в древнюю историю почти на 4 года и увлек несколько тысяч детей и взрослых. Благодаря проекту установились связи с читателями библиотек из нескольких стран СНГ. С 2014 года этот проект идет в нашей библиотеке. Он стартовал в год культуры. 4 года мы вместе со своими читателями бродили по странам, через территории которых проходил шелковый путь древняя, дорога торговая и еще культурного обмена. И наши читатели прошли через Индию, Китай, через страны Средней Азии, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. И вот сегодня они оказались в Волгограде. Мы приобрели большое количество друзей. Это и ассоциации иностранных студентов нашего политеха, и, конечно же, наши друзья из общественных организаций национальных. Все, что не успели прочитать дети в ходе долгосрочной игры, было представлено на книжной выставке «Перекресток культур», а также в интерактивном хранилище. Ученики разных школ региона принимали участие в информационно-познавательных путешествиях. Волгоград, Пекин, Кыргызстан – страна небесных гор, по дорогам туркменских сказок. На одном из этапов проекта были налажены связи с музеем Расула Гамзатова в Дагестане, библиотекой города Алма-Ата. Игра вобрала в себя и межнациональные отношения, и известные произведения мировой литературы. Не случайно проект был представлен на всероссийский конкурс «Самый читающий регион», благодаря чему Волгоградская область вошла в двадцатку самых читающих в России. Великий путь продолжится на книжных страницах. Татьяна Крючкова, Максим Мещеряков, Вести 34.